Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В браке давно, в пищевые, но недавно заметил, что мужчине не проявляют интерес к общению со мной. Смотрите, отсутствие интереса к общению может свидетельствовать о двух векторах изменений в отношениях, которые являются, ну, скажем так, двумя сторонами одного явления. Это явление означает, собственно, то, когда один человек отличается своим развитием, своим движением по жизненным пути, своим хронотопом, как говорится, да, то есть хронотоп это вот течение времени ощущение человека по-разному. То есть люди, которые находятся в одном хронотопе, они общаются, в принципе, друг с другом идеально, потому что они одинаково ощущают в течение времени, они одинаково, как бы, с одинаковой скоростью мыслят, они с одинаковой скоростью что-то чувствуют, ну, там, плюс-минус, ну, вот. И, в общем-то, даже если они различаются по своим взглядам, да, то есть, ну, ну, скажем, политическим, религиозным, моральным, вот, и так далее, то, в общем-то, все равно это не мешает этим людям общаться, и не мешает общаться людям хорошо. Ну, если разница в хронотопах достаточно велика, то могут быть проблемы. Возникает вопрос, почему у людей изначально все было хорошо, а потом стало меняться, почему люди сначала общались хорошо, общение было, общение, в общем-то, было живым, было хорошее, было интересно, а потом что-то произошло, и стало все хуже. В общем, это связано. Вот момент, который здесь нужно зафиксировать, раскрывается так. Хронотопы начинают различаться, когда изначально люди находились в разных хронотопах, но один или оба партнеров заставляли себя тянуться, адаптироваться под хронотоп другого человека. Это может быть влюблённость, это может быть страсть, это может быть страх потери, это может быть что-то ещё. Это могут быть конфликты, когда некая незаверщённая, непроработанная, не отреагированная конфликтная ситуация может, или систематически повторяющая конфликтная ситуация может приводить к изменению и разрушению образа человека в сознании партнёра и, соответственно, ну как бы отдалении от этого человека, не желание общаться. То есть здесь как бы происходит искусственное изменение, скажем так, этого самого хронотопа. То есть я, в принципе, нахожусь по-преднему в том же хронотопе, что и ты, но из-за, например, обиды, из-за, например, какого-то негатива, может быть из-за страха, может быть из-за чего-то ещё, может быть из-за чувства вины и так далее, я не могу позволить себе общаться с собой так, как раньше. Следующий момент является довольно серьёзным. Это момент, связанный с тем, что существует болезнь, так называемая, болезнь семейных пар, когда люди не могут общаться непринуждённо, то есть непринуждённо у людей общаться. Не выходят. Понимаете? Есть что-то, что общение делает, ну, знаете, напряжённо, то есть человек, человека начинает волновать последствия, которые могут быть из-за вот такого общения. То есть человеку больше волнует последствия, чем само общение, да, вот. Люди в процессе взаимодействия не всегда могут сохранить свой образ не только жены, например, да, или мужа, но и образ друга, образ партнёра, образ напарника, образ помощника и так далее. То есть вот как бы в процессе семейного быта люди очень часто обходят этих моментов, к сожалению. То есть у людей как бы, ну, возникает такая вот проблематика, к сожалению. Когда, ну, долго люди вместе, да, и уже довольно так всё обыденно, можно сказать, в их жизни есть привычки. И постепенно общение, что называется, перестаёт обновляться. То есть обновление общения – это когда у нас какие-то новые темы, новые какие-то заметные впечатления, люди, которые переживают с человеком, ну, и так далее. Собственно, этого не происходит иногда. И люди переключаются, автоматически переключаются в ту форму именно взаимодействия. Которые им наиболее, скажем так, приятно, по наименьшему количеству затрачиваемой энергии. Я бы так, я бы так сказал. Ну, к сожалению, это довольно распространенная проблема. Многое зависит от типа личности мужчины, типа личности людей и так далее. То есть, например, если мужчина по своей природе такой человек, что ему нужно женщину завоевывать, а он её не завоевывает. И она не ведёт себя так, что её нужно завоевывать. То такой мужчина, скорее всего, будет резко своей, а ну вот, своей женщине терять. Да? К сожалению, к сожалению. И, в общем-то, не особо здесь волнует, ну, не особо здесь будет кого-то волновать тот факт, что завоевывать там всю жизнь как бы невозможно, да? Вот. И что, в принципе, женщина может, там, ну, не хотеть, например, там, с кем-то завоевывать там и так далее. Да? Ну, повторюсь, иногда это абсолютно не имеет какого-либо значения. Вот иногда это абсолютно неважно, если мы говорим про такого рода взаимодействие. Если это мужчина, напротив, равноправный, то, значит, если мужчина выступает за равноправие, то ситуация может быть такая, что, по его мнению, по мнению человека, выход за какие-то вот пределы этого самого, ну, равноправия, тоже может, в принципе, отдалить человек. Отдалять могут быть и некоторые неприятные эмоции, отдалять могут и точки выхода из образа приятного нраващегося человека. Отдалять могут и наличие, может отдалять наличие своих собственных проблем у человека, то есть отсутствие ресурсов для того, чтобы иметь возможность давать адекватную обратную связь. Отдалять может и изменение системы ценностей человека, то есть это такая ситуация, при которой в течение времени ценности человека, то есть то, что ему нравится, то, что его привлекает, то, что ему интересно. Соответственно, вот, ну, соответственно, это может меняться и, соответственно, меняется, к сожалению или к счастью, меняется из-за этого восприятия и партнера, и ваш муж может, как бы, с вами, с вами, ну, отдалиться от вас может в том числе и из-за этого. То есть это, то есть, может быть, дело это все и не в вас, да, может быть, дело все в нем самом, и вот, зачастую, зачастую, если между людьми нет конфликтов, если между людьми нет каких-то разногласий, таких вот, таких вот прям серьезных разногласий, если между людьми, если между людьми нет, то зачастую связанных, действительно, с самим человеком, то есть в самом человеке, в самом человеке, что-то меня, что-то меня, в самом человеке, что-то вот, значит, ну, что-то, что-то стало по-другому, вот. Вот, но партнер принимает это на свой счет, на свой счет, ну, раньше такого не было, теперь появилось, тут партнер думает, что что-то в нем, какая-то в нем проблема, вот. А почему он так думает? Потому что есть вот некое такое требование внутреннее к, ну, и к себе, наверное, и к себе, наверное, и к партнеру требование, что, грубо говоря, что я должен, там, у меня должно быть, там, не знаю, у меня должно быть то-то и то-то, да, у меня должно быть то-то или то-то, то или другое общение, то или другое взаимодействие, с своим, опять же, ну, ну, с моим партнером и так далее. То есть в этом, на мой взгляд, значит, ну, раскроется конкретная проблематика, да? Вот, то есть человек чувствует, что его, может чувствовать, что его изменение поведения, да, оно не принимается, что человек чувствует, что я должен все время давать обратную связь. Вот. Даже если, например, я этого не хочу, к примеру. Вот. Это происходит, может, не проблема. Дальше. Так, я ему что-то пишу, делюсь эмоциями или бессменным планом, что-то говорю. Он в лучшем случае ответит через час. Хочем игнорирует, заставочную работу или занятие в спортзале, хотя вот мы с друзьями и партнерами общение не прерывали. И вот я бы сказал, а, здесь момент такой, что вы, как мне кажется, создали у него впечатление человека, который, что называется, больше всех надо. Типа такая позиция, я бы сказал, это позиция специфическая в какой-то степени, потому что ты больше всех напомнил. Вообще принято считать, что партнер, которого не ценят, это партнер, с которым не хотел общаться, это партнер, который, ну вот, который себя обесценил. Но может быть, иногда может быть и другая ситуация. Например, ситуация, когда человек просто поступает как-то, потому что ему кажется, что он должен, он просто должен вот инициативу проявить. Ну вот кажется, так человек, и он ее проявляет, он старается решать все дела, все дела. Ну вот просто, да, старается сделать вот все, что хочет, ну человек. Старается сделать вот то, что нужно, пытается сделать вот то, что нужно. А в это время, другой человек, в данном случае, это ваш муж, как классный, привыкает к тому, что вы даете постоянную, постоянную обратную связь человеку, ему. Вы постоянно проявляете инициативу. Для него не остается времени, возможности самому инициативу проявить. Отдвигается вас слишком много. Для него, не вас вообще, для него. То есть в нем что-то изменилось, что он перестал ценить то, что вы делаете, что вы делаете. Дальше. Я не липучка. У меня много своих интересов, хобби, любимей работы, но общение в семье это все равно полностью не заменяет. Аноним. Ну, понимаете, здесь мы, конечно, на, как мне кажется, довольно скользкую дорожку встаем. Потому что, что такое общение в семье? Что это? Общение в семье это как? Вы можете сказать, ну, общение в семье это общение с мужем. Общение с мужем. А по поводу чего? Вот знаете, у меня складывается ощущение, что вы просто хотите общение. А наполнить это общение. Грубо говоря, опредметить человека. Опредметить, как бы, объект общения. Но это вот не совсем то, что получалось. Да? То есть муж просто должен интересоваться тем, что вы ему пишете. И все. Такая позиция. Получалось. Дальше. Так. Значит, общение. Сметь полностью не заменяет. Подговоры не помогают. Обещал больше времени мне уделять. А по факту все. Все стало похоже на отбитки. Ответы мне, потому что надо ответить, иначе обидятся. Ну, а вы обещаете? Аноним. В любом случае, в любом случае, даже если вы считаете, что муж и жена должны общаться, обиды говорят о том, что вас это задевает. Обиды говорят о возникновении негативных чувств, не связанных с мужем, не связанных с тем, что он вам не отвечает, а связанных лично с вашими психологическими конфликтами, страхами и переживаниями. Это мешает вам максимально естественно для себя поступать в эту ситуацию. Вполне возможно, что когда-то вы вели себя более естественно, если вы вот вспомните, что было раньше. Да? А потом стали вести себя менее естественно. Это повторюсь при условии, что все прочие факторы остались неизменными. А как я сказал, у мужа могли измениться ценности. У мужа могли появиться его собственные проблемы. У мужа могли произойти возрастные изменения, вследствие к обрыву он начал обесценивать то, чем вы ему делитесь, то, чем вы с ним делитесь. То есть есть куча факторов от вас независимых. Понимаете? Но в данном случае, в данном случае, вы говорите, что общения в семье нет, потому что нет по переписке. То есть как бы не все люди любят переписываться и там, как бы, переписка это специфическая форма общения. Вот. Как вы общаетесь в живую. Это первое. Второе. Есть факт того, что вы требует... То есть я требую от человека, чтобы он со мной общался. Хорошо. Будет требовать. Но вы не принимаете то, что человек не хочет. Вот это сопротивление принять изменение вашего партнера ставит и ставит вопрос об искренности ваших чувств. И о том, для чего вам это общение нужно. Что оно вам дает? Дальше. Решили отстраниться и дистанцироваться. Это манипуляция. Похожая очень сильно на манипуляцию. Как это правильно сделать? Да. В общем-то. Просто, если вы решите это сделать, просто перестать писать и все. Но я думаю, понимаете, отстраниться и дистанцироваться идея хорошая. Серьезно. Но важно, чтобы вы это делали не с обидой. Важно, чтобы вы это делали не с целью компенсировать что-то. И самое главное, чтобы вы не пытались дистанцироваться полностью. Полностью. Самое главное, чтобы ваше дистанцирование было ровно настолько, насколько вам, например, не хочется писать ему. Без наличия обратной связи от него. Понимаете? Вот когда вы ему пишите, и вам хочется, чтобы он вам опять написал звезда, здесь лучше написать. Но если вам хочется ему написать, просто. И вам, в общем-то, все равно, написан он вам в ответ или нет. Здесь дистанцироваться не нужно. Что говорит мужик, когда он пытается вынуть меня на круги своя. А все это надо. Что вы имеете ввиду? Дальше. Это, наверное, мужская солидарность, пишите вы, моему коллеге. У вас, женщина всегда виновата у вас. А всегда это когда? Почему виновата? Есть такое понятие, как ответственность. Отношения выстраивают оба человека. И вы, и ваш муж вкладываете в то, что происходит у вас. И вы, и ваш муж ответственны за то, что происходит. Вы же такое ощущение, что всю ответственность перегладываете на своего мужа и ищите виновата. То есть судите. Судите. А если судите, значит, есть судья. А если есть судья, то он выше. Он выше. А если вы выше, то вы ненараблены. А если вы ненараблены, то это уже деструктивно. Модель поведения. Понимаете? Нет, муж всегда получал от меня внимание, поддержку и общение, когда я хотел чем-то поделиться. Я ни в коем случае, да, с вами не спорю, что он получал поддержку. Интересует меня немножко другое. Он получал поддержку от вас. Да? Насколько искренне это была поддержка. То есть, вы когда ему, вы когда его выслушивали, поддерживали и так далее, вы делали это просто так или что бы что-то. Потому что сейчас задаётся такое ощущение, что вы считаете. Садаётся ощущение, что вы говорите, а вот он, а вот я. Понимаете? Какая штука. И нет, я не говорю о том, что вы, ну, что вы не должны так делать. Я не хочу так сказать. Делайте, делайте и делайте. Ну, как бы ваше право. Я немножко о другом. Я о том, что если, если вы считаете, без вас, ну, 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 что-то делал, возникает такое желание считать человеку, да, то, может быть, вы это делали через силу. Когда человек что-то делает через силу, он обесценивает себя, обесценивает свои личные границы. А если вы себя и свои личные границы обесценивали, то это хорошее объяснение того, почему ваш муж вас обесценивает. Именно поэтому. Потому что вы обесцениваете себя. потребности в его обратной связи. Дальше. Увы, в обратную сторону это не сработало. Смотрите. Вы говорите, муж всегда получил от меня внимание, поддержку и общение. Почему у меня ощущение, что вы, во-первых, паркуетесь, с одной стороны. С другой стороны, да, муж получил от вас внимание и поддержку. Но вопрос вот в чем. Его, ваше внимание и поддержка было ему необходимо? Это очень важное уточнение. Потому что если ему это было нужно, если он в этом нуждался, если он без этого не мог, то я боюсь, что мы с вами имеем дело. С точно такой же деструкцией и проблематикой, что и у вас. Но если дарить ему внимание и так далее было вашим решением, просто вашим решением и все, это не значит, что человек должен вам что-то в ответ. Да? Это очень важный момент. Что? Вы не делаете что-то, как бы инвестируя в человека. делаете что-то на акте доброй воли. Вот это очень важно понять. С другой стороны, если у вас есть представление об отношениях, да? Ну вот, что? Должно быть определенным образом, например, например, должно быть определенным образом, определенным образом, там, грубо говоря, ну, муж и жена должны общаться между собой. к примеру. Да? Ну вот вы, вы к примеру, да, вы можете так считать. Это ваше право. Вопрос в другом немножко. Вопрос в том, насколько вы обеспечиваете тот тип отношений, на который вы претендуете. Потому что если вы просто требуете определенный тип отношений, а у партнера нет мотивации это поддерживает, то это требование не имеет никакого ни практического, ни психологического смысла. А значит, оно вам только вредит. Вы сейчас хотите дистанцироваться над какой целью? Вот. Это очень важный номер. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует.